всем привет дорогие друзья привет как вы думаете где мы находимся мы находимся недалеко от города ушак в местечке карагалы и приехали смотреть парк и невероятно красивый мост также здесь есть каньон где находится город ушак относительно алании и анталии если ехать от алании и от анталии в сторону стамбула это примерно по середине турции 400 километров от алании и от анталь помимо того что здесь невероятно красивая природа здесь есть и термальные источники не знаю покажу ли я вам в этом видео термальные источники и я не уверена что они открыты но помимо открытых термальных источников здесь есть и отели что такое открытие термальные источники это бассейны на открытом воздухе и даже зимой представьте температура минус 15 природа куча снега и вы находитесь в бассейне с термальной водой с горячей термальной это просто красота я надеюсь что зимой мы это тоже все снимем ну а сейчас мы приехали вот в такое вот красивое место здесь есть пикник здесь есть речка здесь есть места для барбекю и и конечно же здесь невероятно красивый мост и совсем недалеко находится каньон улубей каньон и сейчас мы находимся на месте где расположен желан драсс к прессу это мост желан драсс и приехав сюда мы с вами застали свадьбу вот вы видите невеста и жених прям на самом верху этого невероятно красивого моста мост можно наблюдать как снизу так и подняться на самый верх вот по этой лесенке вот такая вот здесь красота но особенно здесь красиво мне кажется осенью когда все переливается разными красками желтой красной зеленой когда осенью уже подходит к своему концу просто невероятно красиво здесь течет река которая как раз и ведет тоже к каньону улубей на него мы отправимся чуть позже а сейчас пойдем вместе с вами на мост здесь также находится самая старая в турции гидроэлектростанция тысячи тысяча девятьсот шестьдесятого года она производит электричество без перебоев и здесь также есть водопад который я думаю что виден с самого моста очень красивый густой лес и дышать здесь ой просто одно удовольствие пахнет хвойным лесом соснами и вот такая вот дорожка ведет к мосту к сожалению время когда был построен этот мост неизвестно но построили либо фригийцы либо лидийцы и использовали как акведук вы знаете были такие мосты с помощью которых с одного места на другое доставляли воду и вот здесь так же написано что скорее всего он был построен во время фригийцев точно использовался во время фригийцев как для того чтобы с одного берега на другой передавать воду и для перехода с одного края скалы на другой и сохранился до наших дней и мы видим здесь жениха и невесту это признак хороший потому что видеть жениха и невеста это к большой удаче и вот такой вот вид открывается самого моста просторы просто головокружительные и вот он водопад еще одно интересное место в турции которое мы открыли для себя и и показали вам и показали вам красивый вид открывается снизу на мост и можно приехать на пикник на барбекю вот как раз вот там вот в самом низу и расположены эти зоны для пикников вот такие здесь места для пикников и есть кафе есть конечно же туалеты можно приезжать отдыхать и вот такая вот большая большая здесь беседка очень конечно красивое место и для фотографирования обязательно хочу вернуться сюда осенью да друзья обязательно хочу вернуться сюда осенью как я вам уже сказала я думаю что здесь будет просто невероятно красиво во всех осенних красках я прям уже предвкушаю но это будет наверное через пару месяцев а сейчас мы продолжаем наш путь дальше ну а вы не забывайте подписываться на наш канал ставить пальчики вверх обязательно 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 все комментировать переходить по ссылкам 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 в описании на сайт бронирования отелей туров и билетов со скидками по всему миру в том числе и в Турцию ну и конечно же на сайт нашей компании надеюсь что наши услуги вам будут интересны и мы поработаем вместе ну а как я сказала продолжаем наш путь дальше до каньона после того как мы побывали с вами на мосту который называется джеландрас сейчас мы едем на террасу которая с которой открывается вид на камьон и терраса это стеклянная представляете мы сейчас находимся в национальном парке улубей и именно здесь в этом месте в местечке улубей и расположена это терраса и сам каньон улубей друзья мы приехали в каньон улубей и это просто уникальное место знаете почему потому что это второй по величине каньон в мире после каньона в аризоне его длина 45 километров а самая самая большая ширина 170 метров этот каньон расположен недалеко от города ушак примерно в 20 километрах и как я вам уже говорила здесь есть терраса с которой можно наблюдать сам каньон ну и конечно же прогуляться одним из современных чудес света Турции является каньон улубей который расположен в провинции ушак длина этого каньона 45 километров а ширина достигает 170 метров это второй по длине каньон в мире после каньона в Аризоне в Соединенных Штатах Америки как я уже сказала каньон длиной 45 километров и вот эта вот стеклянная терраса если дословно переводить с турецкого была построена в 2015 году поэтому это просто уникальнейшее место с нетерпением хочется все посмотреть вот так вот он выглядит через кусты здесь обозначены все стадии формирования этого каньона и его формирование началось 25 миллионов лет назад и на данный момент он выглядит вот таким вот образом здесь также есть карта этого каньона и мы сейчас как раз находимся вот здесь в местечке улубей бей здесь также помимо террасы стеклянной есть вьюпойнт на дамбу и здесь также можно заниматься водными видами спорта а также скалолазанием вот вы видите есть озеро в общем очень много разных интересных активностей и вход в этот каньон стоит семь с половиной лир вот здесь есть цена семь с половиной лир дети меньше пяти лет бесплатно здесь вам также выдают вот такие вот бахилы для того чтобы надеть их перед тем как ступать на стекло и эта терраса длиной 12 метров шириной 14 метров и площадь ее 135 метров квадратных здесь также есть кафе различные места где можно отдохнуть посидеть и вот здесь вот прежде чем ступать на стекло все надевают бахилы надев бахилы друзья ступаем с вами на стекло ой как страшно посмотрите какая красота и на самой крайней точке открывается вот такой вот вид вот это интересно улево он вам прижат а это да это 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Евгений Аликсан Тилькич 2015 yılında Ulubey Kanyonları üzerine yapılan cam teras sayesinde Ulubey Kanyonları turizme kazandırıldı. Burası yaklaşık 6 yıldır faaliyette bulunmaktadır. Buraya yerli ve yabancı turistler gelmekte ve 165 gün açık vaziyettedir. Yerli ve yabancı turistler derken tur firmaları gelmekte. Rusya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan turistlerimiz burayı ziyaret etmek için gelmektedir. Özellikle buraya Pamukkale'nin yakın olması dolayısıyla oraya gelen turistlerimiz buraya da gelmektedir. Ulubey Kanyonları 75 km uzunluğuyla dünyadaki Arizona eyaletindeki Grand Kanyon'dan sonra en uzun ikinci kanyon statüsündedir. Ulubey Kanyon'un derinliği 150 ile 200 metre arasında değişmektedir. Burası en geniş olduğu alan Ulubey Kanyonları olarak gelişmektedir. Burasının yaklaşık genişliği 1 km civarı. Burası kanyonların en görselliğe uygun olduğu yer olduğu için Ulubey Kanyonları ismini buradan almıştır. 2015 yılından beri faaliyet gösterilen Ulubey Kanyonları cam teras dünyanın en büyük cam terası olarak inşa edilmiştir. Çeşitli kanyonlarda ve diğer ilerde, diğer ülkelerde cam terasları vardır. Burası da dünyada ikinci uzun kanyon olması hastalığıyla daha çok ilgi çekmektedir. Bel anecd Paprika dilen www.yaz.tv 새 İzini! Bu oil bir yer al שמ׬! Burası da 32 k surgeonsan veThereeousDoğinizi! yasacı Nam ige 쪽 ouv rất uit ve 乾 gracias اس ige сесть и наблюдать также каньон и отсюда вот в таком вот потрясающем месте друзья мы с вами побывали открыли для себя новое интересное место мне здесь очень понравился я бы хотела сюда приехать конечно же еще раз ну и вы пишите ваши впечатления как вам понравился этот каньон не забывайте подписываться на наш канал потому что только на нашем канале вы увидите все самое интересное о жизни отдыхе и бизнесе дорогие друзья я надеюсь что вам понравилось это видео всем пока-пока мы сегодня получили кучу впечатлений увидели много интересных и новых мест а вы не забывайте подписываться на наш канал потому что только на нашем канале вы видите то что вы не увидите ни у кого другого конечно же сходите по ссылкам в описании и приезжайте в турцию при первой возможности путешествуйте узнавайте погружайтесь в эту невероятную атмосферу ну а на сегодня я с вами прощаюсь всем всего хорошего пока пока мусор 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 мусор